Серию Fallout невозможно представить без насилия, а насилие в серии Fallout невозможно представить без оружия. В четвертой части было прилично вооружение, но как только оно попадало в мои руки, мне сразу хотелось пойти на Nexus за пачкой модов на оружие. Вот вы держите в руках массивную винтовку, которая, между прочим, в рамках игры называется штурмовой. Спускаешь курок, а там... Не знаю, будет ли подобная ситуация в Fallout 76, но зато знаю, какое именно вооружение попадет к нам в руки в ноябре. Сегодня мы детально поговорим про все оружие из Fallout 76 и обсудим оригинальный источник вдохновения беседки в рамках использования того или иного вооружения. То бишь, от чего они отталкивались, когда рисовали модельки новых пушек для Fallout 76. Давайте не будем тянуть, а просто начнем, ибо оружейникам сегодня будет очень интересно. Открывает наш ролик сегодня крупнокалиберный пулемет, который обильно фигурировал в течение всей презентации Fallout 76 на И-3. Однако, несмотря на то, что тизерили его довольно часто, я так и не смог найти что-то необычное в его истории, его оригинального варианта. Поэтому просто скажу, что перед вами прототип немецкого пулемета MG42, аж с полей времен Второй мировой войны. После его демонстрации ясно одно. Пулемет обладает повышенной скорострельностью, отдачей, разбросом и пригоден только на близких дистанциях. Почти сразу же после малышки пулемета, беседка демонстрирует нам однозарядный пороховой пистолет. И уже тут я готов поделиться с вами большей конкретикой, нежели чем это было с экспонатом выше. Вот этот вот капсульный пистолет, который засветился на кадрах презентации, это Johnson M1836. Этот гладкоствольный пистолет 54-го калибра стрелял всего лишь одним выстрелом и являлся модельным пистолетом 1836 года, который был сделан Робертом Джонсоном из Милтона, штат Коннектикут. Этот тип пистолета был модификацией уже существующего пистолета 1826 года и был последним боевым пистолетом Соединенных Штатов Америки с системой зажигания с кремниевым замком, созданной для контракта с правительством США. Однозарядность и трудная эксплуатация всех этих однозарядных пистолетов, это была основная проблема для Мексиканской войны. И этот пистолет был последним представителем так называемых проблемных девайсов. Конкретно эта модель и конкретно этот пистолет был предоставлен в аренду в библиотеку Белого дома и хранится там как память о тех самых трудно эксплуатируемых оружий. В тех же роликах мы видели уже привычный нам лазерный карабин, о котором нужно упомянуть разве что для галочки, ибо с ним уже все давно знакомы. И как говорится, все новое, хорошо забытое, старое. Кстати о подобном, вот эта вот штука называется 10-ти метровый пистолет-пулемет, который мы встречали во всех предыдущих частях от беседки. Вот так вот, комбинируя игру слов, мы сразу рассказали вам про две пушки из новой игры. О следующем экспонате вряд ли кто из вас слышал, ибо спрятали его в роликах крайне неплохо, а находили лишь немногие. Обратите внимание на вот этот вот кадр. Бетезда отлично пытается упрятать пулемет за спиной другого персонажа, который здесь нужен только для того, чтобы скрыть от вас все детали, происходящие в левом углу экрана. Но о нем чуть-чуть попозже. Это еще один пулемет. На сей раз пулемет Гатлинга. Он тоже попал игру по причине вышеупомянутой. А именно по причине его фигурирования на фронтах гражданской войны США. На этом же персонаже также отчетливо видно нагрудник прямиком из Fallout New Vegas. Но далеко не многие его заметили. В том числе и я. Спасибо глазастым подписчикам, кстати, которые частенько присылают годноту мне в личку. А знаете, где еще есть куча годноты? В рекламной интеграции, которая сейчас будет. ComboKiss.ru Здесь игры стоят в разы дешевле. А если содержимое кейса кажется дешевле, чем ты на него потратил, они либо вернут твои деньги, либо заменят игру. А использовав мой промокод из описания, ты получишь скидочный купон на такие игры, как Battlefield, GTA 5 или PUBG. Всего за 200 рублей. Так что перед использованием сервиса обязательно удостоверься, что в твоем спешл удаче уделено приоритетное значение, ибо ссылку я оставлю в описании под видео. Ну а мы продолжаем. На следующем кадре у нас крутые ребята с не менее крутыми пушками. Давайте посмотрим на них подробнее. Начнем по увеличению крутости в силовой броне. А именно с Т-51 в раскраске Соединенных Штатов. В руках у него уже озвученный ранее немецкий пулемет MG-42. Этот малыш всегда демонстрируется нам в темных тонах, так что на этом плане его с легкостью можно было бы спутать с чем-нибудь другим. Например, с винтовкой со скользящим затвором из Fallout 4. Я именно с этим оружием изначально путал этот пулемет. Но нет, это все-таки MG-42. Следующий товарищ в огненной X-01 держит в своих руках карабин Гаусса. В принципе, ничего примечательного. Почти все геймплейные ролики мы видели от его глаз и попяливали на эту самую пушку. Но вот что интересно. Раньше в Fallout 4 для данного типа оружия присутствовала возможность установки глушителя. Только вот это немножечко невозможно. Все дело в том, что для разгона пуля используются магниты, а не пороховые газы. И пуля имеет скорость намного большую в скорости звука. Впоследствии чего, сразу после спуска курка, будет образовываться ударная волна, которую ничем нельзя приглушить. Таким образом, я хочу сказать, что глушитель в рамках такого оружия нельзя использовать. И лично мне теперь очень интересно, повторит ли беседка этот вот самый фокус в 76 фоллауте. Пишите в комментарии, что думаете на этот счет. А я лишь продолжу и скажу, что в реальном стрелковом оружии для стрельбы с глушителем просто используют специальные дозвуковые патроны, чтобы хотя бы немного компенсировать потерю кинетической энергии. Однако, серьезно ранить кого-то будет труднее из-за очень малой массы пули и ее небольшой скорости, значительно уменьшенной от трения о воздух и гравитации. Ладно, мы что-то тут заумничались да заболтались, так что давайте дальше. Еще один Т-51, только без скинов. Держит в руках впервые что-то интересное и новенькое. Точного ответа на вопрос, что это за оружие, пока никто не давал. Однако, это не мешает интернету строить свои теории. Моя версия строится вокруг схожести ресиверов этой пушки и карабина Теслы из DLC к Fallout 4 под названием Автоматрон. Никогда бы не подумал, что придется вспоминать это чудное DLC у себя на канале, но уж ассоциации вертятся только вокруг него. Я слышал много версий в интернете, не буду перечислять их, ибо в любом случае они все сводятся к тому, что автор вспоминает гравипушку из Half-Life. Так что давайте я лучше послушаю вас. Что на ваш взгляд держит в руках этот пухляк? Пишите в комментарии, а мы продолжаем. Последний красавчик из кадра тоже обладает новым пулеметом, что раньше нам в серии не встречались. Про его силовую броню мы поговорим чуть-чуть позже, а сейчас про оружие. Это крупнокалиберный пулемет Браунинга М2HB. Этот малыш стреляет патронами длиной в 12,7 мм и применяется против очень крупных целей. То бишь гулей этот пулемет будет вскрывать на раз-два, что собственно мы увидели в демонстрации. Что касается его силовой брони, так тут я могу лишь сказать только одно. На мой скромный и субъективный взгляд это Т-60 под скинами. Бесятка уже говорила, что в игре будут косметические плюшки и украшения, и лично на мой, как я повторюсь, скромный и субъективный взгляд здесь пахнет лишь кастомизацией. Потому что обратите внимание на этот шлем, он все такой же поростячий и вытянутый вперед. Далее у нас в кадре появляются гладкоствольные пушки. Невероятно раздражали меня в четверке, а теперь вернулись все портить только в менее ржавом варианте. Говорить про них особо нечего. Планировались эти малыши как крафтовые пушки из постапокалипсиса. И должен признаться, внешним видом они полностью со своей задачей справляются. Как же они меня бесили в четверке, вы не представляете. Завершая выпуск, нельзя не упомянуть про холодное оружие. Пожарный топор. Крафтовый пожарный топор. На его самую весомую, в спорах с гулями-гопниками, часть надета насадка, предназначенная для... Даже не знаю, для чего лезвие топора такое превращать. Быть может, мясо кротокрысов отбивать станет куда легче, ибо его форма напоминает только какой-то молоток для отбивки мяса. И вообще не вызывает какого-то ощущения о приближающемся ультранасилии. Ставь лайк, если шаришь. Так или иначе, билд пожарника confirmed. Это были все игрушки для взрослых из демонстрационных роликов к Fallout 76. Если я что-то упустил, то обязательно дай знать об этом в комментариях, а также поделись впечатлениями от увиденного. Какие пушки понравились, а какие нет. Для меня лично ситуация с пушками в Fallout 4 была крайне плачевной. Ванильные стволы частенько вызывали у меня отторжение, и я крайне надеюсь, что в 76-м стрелять станет куда приятнее. Ибо в этот раз на этой до безумия сложной механике будет завязано еще больше игрового процесса. Перед тем, как попрощаться, нужно еще озвучить лучших людей из прошлого ролика и рассказать про конкурсы на канале. Так что давайте не будем тянуть и начнем. Лучшими зрителями прошлого видео становятся Миша Озеров, Данил Матков и Никита Орешков. Ну а если ты хочешь попасть в новое видео, то просто сделай репост с ним к себе на стенку ВКонтакте в первой тройке поделившихся. И именно твои инициалы услышат все в новом ролике. Ну а теперь про конкурс. Если вы не первый раз смотрите мой канал, то вы в курсе, что сейчас проходит конкурс эксклюзивных значков по Fallout 4. И уже 25-го числа этот ивент закончится. Так что агитирую и призываю вас поучаствовать, пока еще есть на то возможность. Все ссылки я оставлю в описании. Точно так же, как и на полезный топик в нашем сообществе ВКонтакте, в котором вы сможете писать свои инициалы в Bethesda Store, PSN или у пассива создателя от вируса в Re Microsoft Store, для того, чтобы найти друзей для совместного смотра бетки Fallout 76, которая, судя по всему, начнется уже совсем скоро. И, быть может, вместе с этими же ребятами добраться до релиза грядущих 76-х радиоактивных осадков. Так же в нашем дискорд-канале откроются новые комнаты и чаты, посвященные тому самому новому Fallout. Так что, если вы ищете адекватную кампанию, которая не будет вам ломать погружение, милости прошу к нам в гости. Скоро будем играть все вместе, и никто из левых незнакомых людей не сможет испортить вам игровой экспириенс. А даже если и такие появятся, мы все вместе сможем их отловить и выгнать, чтобы никто дальше нам не мешал. На этом точно все. Участвуйте в конкурсах и поддержите мой ролик лайками, чтобы получать больше плюшек от Over9K5000 в виде новых видосов и конкурсов. Всегда смотри в описании и увидимся в следующий раз. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok